Ну что, начнём. Вот так мы приехали. Мотивация. Что это? Многие из вас, наверное, слышали часто, что такое мотивация, зачем она необходима, необходимо мотивировать. Но действительно, что же это такое? В словаре написано, что от латинского это побуждение к действиям. То есть мотивация – это всё то, что нами движет. Почему мы идём вечером на кухню в холодильник? Потому что мы хотим кушать. Почему мы идём с друзьями? Потому что мы хотим отдохнуть. То есть нас что-то постоянно побуждает. Это замечательно. Основное также, что характерно для мотивации, это то, что мы хотим её удовлетворять. То есть у нас есть какие-то потребности, в которых мы нуждаемся. И они нами движут, чтобы мы могли в дальнейшем получить какое-то удовольствие. Или наоборот, избежать наказания. Основным блоком мотивации является мотив. Это предмеченная потребность. Что это значит? Это значит, что мотивом становится только то, что мы ясно можем осознавать. То есть когда мы говорим, я хочу скушать яблоко, то это уже будет мотив. Потому что мы чётко знаем, что мы голодны и чётко знаем, что мы хотим яблоко. Если мы скажем, что мы просто голодны, то это будет как бы потребность. Это более низшего уровня, она ещё не осознана. Второй вопрос. Зачем необходимо мотивировать? Вот сейчас бы мне хотелось у вас спросить. Можете включить микрофончик. И зачем вам необходимо знать эту информацию? Зачем вы хотите мотивировать своих клиентов? Было бы очень замечательно услышать от вас ваше мнение. Дети, которые хотят обучаться различным предметам, они не понимают, для чего им это нужно. Соответственно, мотивации у них практически нет. Соответственно, мотивации к обучению каким-либо предметам тоже им достаточно мало. Они не понимают важность этих предметов для поступления и будущей жизни. Кроме того, родители приходят, которые не понимают, зачем они отдали своего ребёнка нам на обучение. И не понимают, зачем нужно образование вообще в принципе. Соответственно, они могут это ребёнку объяснить. Поэтому тут такой комплексный вопрос по поводу мотивации их клиента и мотивации ученика к его непосредственно обучению. Хорошо, спасибо большое. Значит, мы можем сделать вывод, что нам необходимо мотивировать для того, чтобы нам было приятнее работать. То есть, с одной стороны, мы чувствуем в этом наше призвание, это наша работа, которая нам приносит удовольствие. Но хочется так, чтобы мы получали от этого больше удовольствия. То есть, у нас такая мотивация идёт более эгоистично. Но это и хорошо, потому что это самая сильная мотивация, когда мы делаем что-то для себя, для своего удовольствия. Слайд «Клиенты. Кто они?» Такими большими жёлтыми буквами. Как правильно уже было сказано, что нашими клиентами являются как дети, так и родители. И третья категория – это, естественно, взрослые. То есть, это для тех, кто занимается со взрослыми, будет интересно. Но мы с ними сталкиваемся, это тоже очень интересная категория. Переходим к следующему слайду. Вот, написано «Ребёнок, родители, взрослые». Какие особенности я выделяю у каждой категории клиентов? Сначала ребёнок. Чаще всего это подросток. И начиная где-то с 5 класса, у ребёнка начинается уже переходный возраст, когда для него интересно всё-таки больше общение, общение со своими сверстниками, чем какие-то планы на будущее. Ему абсолютно непонятно даже в 14, 15, 16 лет, что такое университет, работа. Большинство из них мотивированы только большим заработком. Но для них это очень эфемерное, очень непонятное и абстрактное. Как это зарабатывать большие деньги? Они не понимают способ. И чаще всего для них просто, если вы хорошо с ними общаетесь, вы являетесь таким вот, вместе с ним, вы не стараетесь его нагружать, то ему будет уже легко и хорошо, приятно с вами работать. Вторая особенность – это родители. Здесь какие есть нюансы. Что именно родитель платит вам за ваши услуги. И он, именно родитель спрашивает с вас результат. Что я выделяю в родителях вообще как клиенты? Они в основном тревожны, не уверены в своём ребёнке и, соответственно, не уверены в себе. Чаще всего, когда они приходят к репетитору или консультанту, они просят о помощи. То есть они сами не могут справиться со своим ребёнком, с его характером, они его не понимают и хотят приложить на вас ответственность. Также, что для них характерно, они хотят очень быстрого результата. Если вы быстро их не показываете, они разочаровываются. И третья категория – это взрослые. Что интересно? То, что они сами платят за себя. И обычно у них сильная внешняя мотивация. То есть они к вам приходят, потому что они хотят повышения по службе, большую зарплату, уважения коллег. Но у них не хватает внутренней мотивации. То есть у них есть... Вроде бы их давит всё снаружи, что надо-надо двигаться. А внутри они хотят сидеть, в основном, большая масса перед телевизором и ничего не делать. То есть такое у нас сложилось мнение. И очень часто человек также приходит к консультанту образовательному репетитору за этой самой внутренней мотивацией. Чтобы мы были тем мотиватором, который их толкает на то, чтобы у них всё-таки их продвинули по службе, у них увеличилась зарплата и было уважение коллег. Очень хотелось бы у вас спросить. ваше мнение. Что вам обычно говорит каждая категория ваших клиентов на вопрос, зачем тебе это нужно? Зачем ты ходишь сейчас на эти занятия? Зачем вы приводите сюда ребёнка? То есть каждый из вас, я думаю, это спрашивает. Мне бы хотелось услышать от вас информацию. Как вам отвечают на эти вопросы? Хочу сказать, что я со взрослыми работаю. В принципе, это самый простой вариант. Потому что действительно они знают, чего они хотят и зачем им это надо. Поэтому их не приходится уговаривать, ломать. Но, если ты сейчас сказала, Саша, это действительно имеет место быть, что они как бы с одной стороны хотят, но с другой стороны то ли не верят в себя, боятся, ленятся. И оно вроде как бы и да, а с другой стороны бывает, что от меня требуются тоже дополнительные какие-то усилия, чтобы показать, что да, всё получится, что это нужно и важно. И то есть тоже неоднозначно так, что человек работает и делает задания и всё получает. А ты спрашиваешь у них, а зачем вам нужен английский язык? Да, обычно это для работы, для путешествий. То есть, ну, а как я и говорила, да, это... Да, даже я бы не сказала, что это по карьерной лестнице, но просто это потому, что удобно, потому что английский везде, и все хотят знать английский. И у многих ещё есть такой комплекс, ну, я преподаватель английского, поняли, вот. То есть, и поэтому у многих есть ещё такой комплекс, что вот у меня это никогда не получится, у меня это никогда не получалось, приходится это тоже с этим бороться. Да, наверное, такое обстоятельство, когда у человека были какие-то неудачные раньше попытки, то оно уже и сложнее уменьшается та же вера в себя. Хорошо, спасибо, Юль. Галина, вы хотите добавить? У вас всё-таки с детьми вы работаете. Да, ну, мы работаем в самой сложной категории, мы работаем с подростками, 16-17 лет, которым совсем неинтересно, как правило, именно обучение, предметы, у них на уме совсем другое, и до поступления им глубоко в даланточке. Обычно приводят их родители, которые заявляют, как, все поступают, и нам нужно поступить, и желательно поступить куда-нибудь покруче, медицинские, например, или куда-нибудь, Ярослава Мудрого, ну, чтобы не хуже, как у всех. Редко родители обращают внимание на то, что хочет сам ребёнок. Если такие родители есть, то они дают слишком большую свободу выбора ребёнку, он, естественно, не понимает, зачем и как ему, что ему делать, и у него вроде как есть мотивация, то есть он чего-то хочет, но чего непонятно. Вот уже возникает профориентация, которую мы тоже почему-то должны проводить в 17 лет, когда уже, в общем-то, ребёнок сформировался. Вот в этом сложность, то, что для родителей важно куда-то его пристроить, ребёнку сейчас совсем это не надо, ему погулять бы, вот, и какие там уже предметы. Естественно, мотивация очень слабая у этих детей. Спасибо, Галина. Олеся, хотите что-то добавить? Ну, в принципе, я согласна с Галиной абсолютно, потому что работая в той же возрастной категории, ну, в основном это потому, что родители будут ругать, как бы это не мне надо, это больше я стараюсь для родителей делать. Вообще, когда к нам приходят ребята с родителями я задаю стандартный вопрос. Раньше я этот вопрос формулировал, как чего пришли, чего хотите. На меня смотрели квадратными глазами и говорили, что ну как, поступить. То есть что за дурацкий вопрос, поступить. Сейчас я уже перестал задавать вопрос, чего хотите, я задаю вопрос формулировки, куда собираетесь поступать. То есть они дальше поступлений, они даже на учёбу не смотрят, большинство. Дальше поступлений они не видят, соответственно. Есть определённый процент детей, ну там каждый десятый, вот грубо говоря, которые говорят, я хочу поступить в медуху, потому что, там, хочу работать патологоанатомом, или там, потому что хочу работать стоматологом, вот мне это нравится. Обычно хочу поступить в медуниверситет. Всё, точка. Там, хочу поступить в Ярослава Мудрого. Точка. Причём на этот вопрос, чаще всего, ответ дают именно родители. Дети, они, ну, смотрят перепуганными глазами, и у них вот написано в глазах, ну ты чё тупой, и вот тебе сейчас вот деньги будут приносить, вот бери и учи, чё надо, мама меня сюда запихнула. То есть у них вообще этого ничего нет. Ясно. Спасибо большое. Очень всё знакомо, всё пройдено, и будет ещё проходиться много раз, да, такие у нас люди. Что я хотела этим всем выяснить? Что, в принципе, мотивация, она у всех, ну, как бы, есть, можно разделить по категориям каким-то. Что я разделяю в первую очередь, это такие два вида мотивации, как избегание неудачи и стремление к успеху. Для меня они являются как бы отправной точкой в том, когда я анализирую и работаю со взрослым или с подростком, или даже с маленьким ребёнком. То есть, что ребёнок или взрослый, как бы, клиент, на что он настроен? Он хочет, он хочет, он видит какую-то красивую цель и стремится к ней. Да, например, это может быть, вот, как правильно Андрей сказал, работай с томатологом, потому что я этого хочу, мне это нравится. Это характеризует этого человека как человека саморазвивающегося. У него уже есть внутренняя мотивация. Таких людей надо только немножечко направлять, потому что они видят цель, они стремятся, они сами себя мотивируют. Намного сложнее работать с клиентами, у которых вторая мотивация – это избегание неудачи. То есть, они называются, как и родители, прямо правильно сказали, да, там, надо же поступить, а как это так, мы не поступим. То есть, для них ситуация не поступления – это ситуация не успеха, это будет проигрыш. Соответственно, они этого боятся, они убегают от того, что для них дискомфортно будет не поступить. То есть, вы сразу можете по нескольким вопросам в начале, да, определить, как вы можете дальше мотивировать, все-таки показывать красивую картинку впереди и говорить, вот, давай, иди к ней, либо говорить о том, как будет все плохо, если ты не будешь двигаться. То есть, есть вот такие два вида мотивации, которые уже можно разделять людей просто по одному вопросу. Очень хотелось бы, чтобы вы также себя проанализировали, но это уже после этой видео встречи, подумали, какая у вас все-таки мотивация. Либо вы стремитесь к успеху, либо вы избегаете неудачи. Ну, у меня складывается такое мнение, что если вы сюда пришли, вы тратите час своего свободного времени, то вы уже стремитесь к успеху, потому что вы видите какую-то красивую картинку, и вы хотите ее добиться. Вот, и вы готовы чем-то пожертвовать, более приятным, более простым ради своей глобальной цели. То есть, соответственно, таким, как вы, с такими, как вы, то есть похожими, будет вам легче работать. Вы хотите таких себе клиентов, которые будут сами мотивировать. Но, к сожалению, наша школьная система, как вы, наверное, уже сталкивались с этим, она готовит людей, которые избегают неудачи. То есть, вся система оценивания, она связана с тем, что ребенок лишь бы не получить плохую оценку. О том, чтобы получить хорошую оценку, уже идет меньше речи. То есть, таких единиц. Перейдем к следующему. Следующая теория, которую бы я хотела для вас раскрыть, это направленность личности. Это также теория, которую вы можете пользоваться, она очень практичная, и вам также будет легче мотивировать ваших клиентов. То есть, какие слова необходимо говорить тому или иному клиенту, чтобы вам было легче с ним работать, чтобы он сам хотел двигаться. Какие существуют направленности личности? На себя, на дело, на общество. Что говорится, когда направленность на себя. То есть, это человек ориентирован на вознаграждение, удовлетворение каких-то своих амбиций. Он думает в основном о себе, о том, будет ли ему комфортно или нет. Когда человек направлен на дело, для него важен сам процесс. То есть, он хочет получить удовольствие от самого процесса. Но также для него важен и будет какой-то результат, который принесет удовольствие. Третья категория – это направленность на общение. То есть, человек готов пожертвовать каким-то результатом, своим удовольствием, ради того, чтобы его принимала его референтная группа. Как это работает и со взрослыми, и с детьми. Вы сами понимаете, что человек, который приходит к вам и говорит, я хочу повышения на работе. Или, например, когда ребенок приходит, все поступают в мед, и я хочу поступить в мед. То есть, для такого ребенка важно, все-таки у него направленность личности на общение. Кто был на первой встрече, тот помнит тест на геометрические фигуры. То есть, вы его можете проводить еще с одной как бы задачей в своей деятельности. Помните, геометрические фигуры – это знаменитый тест квадрат, треугольник, круг, зигзаг и прямоугольник. То есть, и вы, когда просите ребенка или взрослого указать самую понравившуюся фигуру, вы сразу можете соотнести с его направленностью личности. То есть, какую можно провести аналогию. Если человек выбирает первым треугольник, соответственно, себя, то он направлен на себя. То есть, он такой больше эгоист, он лидер. Ему важно собственное мнение и чтобы его слушали. Если человек выбирает круг, то это на общении, естественно. Квадрат или прямоугольник – это на дело. Интересно, куда отнести зигзаг. Зигзаг – это, как вы помните, это творчество и самореализация. Но, скорее всего, если вы работаете с подростками или с людьми стандартных профессий, которые выбирают зигзаг, это будет все-таки связано с самореализацией, с творчеством в общении. То есть, они хотят более широкого круга, более интересных людей вокруг себя. То есть, здесь также идет направленность на общество, на общение. Как вы еще можете выявить мотивацию, на что человек направлен, на какие можно кнопки нажимать? Вы можете просто на нашем сайте, на Бондаренко ДНЮА, есть тест этот, он так и называется, определение направленности личности. Там немного вопросов, пять минут, и вы уже можете знать о том, как дальше мотивировать, то есть, какие слова говорить. То ли говорить о том, какой ты хороший, какой ты молодец, как у тебя все хорошо получается, то ли давай ты будешь этим заниматься, потому что вот все так делают, и тебе это надо делать. Либо о том, как же это приятно делать, давай мы вместе порешаем те или иные задачки, вот как будет хорошо, вот как у тебя прекрасно получается. Давайте перейдем к следующему слайду. Вот, это третья, последняя теория, которую бы я хотела вам рассказать, она также знаменитая, ее многие очень знают, теория XY Макгрегора. Вкратко ее можно характеризовать как ленивый против саморазвивающихся. То есть, о чем говорил Макгрегор? О том, что всех людей можно разделить на две категории, на людей, которые не хотят работать, которые будут любой ценой избегать ответственности, которых нужно постоянно дисциплинировать, которых необходимо контролировать, которые не хотят шевелиться, и для них вообще любой труд это сущее наказание. это X люди. Макгрегор выделил Y людей, это саморазвивающиеся, то есть, те, которые хотят развиваться, которым интересно работать, которые хотят проявлять инициативу, но, естественно, правда, где-то посередине. То есть, и вы также можете ознакомиться хорошо с этой теорией в интернете, я не вижу смысла вам полностью передавать какие-то рассуждения, тут их много, но интересно то, что вы сразу определяете направленность, то есть, в какую сторону человек, он больше к X подходит или больше к Y, когда он приходит и на первых занятиях вы видите, он проявляет инициативу или не проявляет инициативу, но интересно то, что человек и любого человека можно перевести в ту или другую категорию с помощью хорошего наставника, тьютера, репетитора, какими мы являемся. То есть, при помощи работы своей, постоянной похвалы, давать какие-то рекомендации, вы можете перевести любого человека из категории ленивых в категории саморазвивающихся, то есть, показать, зачем ему это надо. Но, опять же, используя теорию избегания неудачи или стремления к успеху. То есть, вы можете мотивировать человека либо говорить о том, что у нас есть красивая цель впереди, либо говорить о том, что он не получит от того, что он не будет делать. Давайте перейдем к следующему слайду. Здесь уже пойдет моя собственная практика, мои наработки, то, что я делаю со своими клиентами, которые ко мне приходят. Сейчас буду более подробно рассказывать. Первый метод, который я использую очень часто, вы, наверное, его тоже слышали, съесть лягушку или называется иногда съесть слона. Почему такое название? лягушку. что съесть целую лягушку это неприятно, это сложно, точно так же, как когда мы ставим большую цель. Она сразу кажется нам необъятной, ее мы не можем проглотить. Что мы делаем с этой мерзкой, некрасивой лягушкой? Мы ее разрезаем на кусочки. Конечно. То есть первый шаг, мы показываем эту лягушку. Вот это нам надо съесть. То есть когда вы работаете со своим клиентом, с учеником, то в первую очередь вы покажите какую-то глобальную цель. То есть это может быть поступление, это может быть достижение или наоборот избегание чего-нибудь. Ты же не хочешь работать например дворником, как у нас часто нас в детстве пугали. Так давай двигайся. Это тоже будет глобальная цель. Дальше что мы делаем с этой большой необъятной целью? Мы расписываем четко шаги достижения. Чем мельче эти будут шаги, тем будет это лучше. То есть буквально каждый урок, каждый сеанс мы должны прописывать, какой же шаг мы все-таки делаем и напоминать о том, что есть большая цель. И какой мы маленький кусочек уже взяли с этой цели, как бы откусили от этой лягушки. Что от вас требуется? Это контроль достижения. То есть человек, особенно когда ему что-то приятное, он не замечает того, что с ним происходит. То есть это происходит и происходит. То есть вы как тьютор стараетесь ему постоянно указывать на то, что посмотри, мы еще кусочек съели, мы еще кусочек съели, мы еще кусочек съели. Смотри, наша цель уже почти-почти вот она достижима, рукой только дай. То есть вы постоянно человеку напоминаете ребенку о том, что каждый шаг, каждое его домашнее задание, каждое его действие приближает к большой цели. И последнее, что это акцент на промежуточных результатах. То есть постарайтесь вы для себя сами разделить эту большую лягушку на более мелкие, но не совсем мелкие цели. То есть на лапку, на голову, на вторую лапку. И также вы показываете своему клиенту блоками, что вот смотри, мы уже съели целую ногу от этой лягушки, осталось все остальное, но ничего, ты же ногу осилил. Такая метафора. Переходим к следующему. Делать выбор. можно так, можно так, если будешь делать, то получишь. Очень часто я называю этот метод мнимый выбор. Почему так? Потому что люди очень пугаются, когда им дают настоящий выбор, делай, что хочешь. Они к этому не привыкли. Это также система школьная, когда человек оставит все время в рамки. И вы, каким бы вы самоорганизованным, развитым человеком не были, не забывайте о том, что основная масса людей, это 80%, они в рамках им достаточно комфортно. То есть и вы также ставьте человеку рамки. То есть говорите, ты можешь выполнить вот это задание или вот это задание. Если ты будешь выполнять таким образом задание, то ты получишь вот такой результат. А если ты будешь выполнять таким образом, например, с домашними заданиями, то ты получишь такой результат. То есть показывайте человеку выбор давайте ему выбор что вот такой-то процент усилий например ты приложишь сейчас только 10 процентов усилий соответственно мы от лягушки отпустим вот такой-то кусочек если ты приложишь 80 процентов усилий то ты получишь такой результат то есть оставьте человек в результат мнимого выбора когда вы даете уже варианты ответа ему будет легче выбирать вы из себя снимаете ответственность вроде бы когда она с другой стороны человеку привычно в этих рамках это также его мотивирует это не пугает переходим к следующему автономия акцент на достижение это очень перекликается также с лягушкой и с предыдущим да с нашим ним выбором но это более развитые вариант мотивации когда вы немножечко своего клиента уже воспитали он почувствовал что он все таки это может он может добиться каких-то результатов он потихоньку двигается вы ему даете чуть чуть больше автономии то есть старайтесь показывать ему достаточно широкий круг то есть где он может взять литературу там не два варианта уже давайте например пять вариантов литературы и когда он что-то выберет вы хвалить его за выбор говорить о том какой он молодец да может быть иногда и тоже в моей практике смешно получается что я человека подвожу подвожу очень долго какому какой-то мысли а потом он через неделю через две знаете а я придумал я понимаю что это я подводила его но я говорю да замечательно вы придумали очень хорошо это ваша замечательная идея с ней соглашаюсь и полностью человека ему дают то есть он это вариант того что мы человеку даем понять что он сам принял это решение и это его достижение а это решение переходим к следующему слайду так закрутились возможности для самовыражения здесь идет речь о том что вот какой у меня был пример а если к вам например пришел ученик или ученица который вы сразу видите что это гуманитарий он или она любит разговаривать описывать образно все но ей нужно выучить или ему какую-то точную науку тоже математику или химию или другой предмет то постарайтесь говорить на языке этого человека то есть перестроиться да вроде бы вам надо давать все четко логично понятно схема но этот человек если у него другая система ему необходимо выразиться именно своей системе если творческий то придумайте творческие задания как он может это красиво нарисовать объяснить пускай это он складывает стихотворение о какой-то теме пускай он пишет сочинение на или наоборот если ребенок вдруг он может быть даже самовыражается через танец да пускай он вам протанцуют какие-то схемы пускай то есть работайте на его уровне постоянно вам необходимо отслеживать все таки чем ваш клиент живет то есть пускай это займет немножко больше времени но когда вы предоставите вот такой вариант самовыразиться вашему клиенту это его больше смотивирует и он сможет намного больше продуктивнее работать дальнейшем следующий слайд вначале положительное затем отрицательное чередовать закончить на хорошем о чем это рекомендация обязательно в конце любому своему клиенту будет это взрослый ребенок я даю обратную связь о том что же у нас получилось чего что у нас не вышло здесь очень важно вот это именно последовательность мы начинаем с положительного то есть как у тебя хорошо вот это получилось потом мы переходим но вот это не получилось и мы несколько раз можем это чередовать и обязательно нас закончить на том что же все таки вышло даже не стоит какой-то план де действовать вот ты должен чтобы у тебя это получилось ты должен то 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 сделать постарайтесь все-таки сказать о том что какой он молодец тогда таким образом если вы выстраиваете свою обратную связь она воспринимается легче и вы не так задеваете самолюбие человека естественно это мотивирует потому что большинстве случаев он все-таки слышит ему приятнее слышать что-то хорошее себе даже если это незначительное отрицательное он будет слышать но это не как бы не так не так будет страшно для него то есть он все равно на это обратить внимание вы не беспокойтесь что это где-то затеряется между вашими похвалами но в дальнейшем как бы это будет также способ мотивации переходим к следующему слайду нестандартные способы мотивации что это может быть это могут быть опять же спускайтесь на уровень вашего клиента если он геймер да или например ролевик то есть человек который любит ролевые игры вот переодевания то постарайтесь на этом же уровне его мотивировать вам придется да почитать об этом о его увлечении вам придется понять чем человек вас живет чем клиент вас живет и придумайте такие задания которые бы вплетали его мироощущение его понятия жизни о том как что должно быть то есть его какое-то увлечение а если например он любит играть в покер да придумайте какую-то игру на в покер то есть выигрываешь не выигрываешь делаешь пример не делаешь пример очень хорошо иногда работают знаете или фишки или конфетки то есть вы даете за что-то правиль когда вам нравится что делает ваш клиент вы даете какую-то конфетку маленькую потом считаете то есть даже не обязательно эти фишки или конфетки ему отдавать и ну как бы если конфетки то лучше конечно отдать но здесь будет вот интересно именно сама игра то есть все остальные учебные навыки он получит да но это будет уже второстепенно это будет он не будет видеть эту нагрузку но в то же время он получит эти знания то есть таким образом ему будет интересно на ваших занятиях постарайтесь придумывать не именно не стандартные способы мотивации основываясь на интересах вашего клиента следующий слайд вот удивлять меня техники приема и методы о чем это говорит о том что даже если ваш метод работает он работает только некоторое время пока он не надоест то есть старайтесь каждые несколько занятий вносить какую-то интересность какое-то новое задание какие-то новые техники что-то что будет нестандартно пускай это немножечко отвлечет от темы но это смотивирует вашего клиента потому что он будет ждать а что же будет например на следующем занятии а вдруг меня опять удивят это такая вот детская детскость всегда есть любом взрослом в любом ребенке мы хотим чтобы нас удивляли то есть и преподаватели да мы не клоуны мы не развлечения вроде бы даем но нам необходимо каким-то образом быть нестандартными потому что мы не школьные учителя у нас нет тех оценок у нас нет той жесткой системы нам необходимо быть гибче и старайтесь опять же это может быть какие-то нестандартные техники не обязательно это делать на каждом уроке то есть даже это совсем не обязательно лучше это делать может быть раз в месяц вы что-то подготавливаете и с детьми делаете ли со своими клиентами чтобы ему было всегда интересно следующее то есть все предыдущие они работают с клиентами как с подростками так и со взрослыми то есть те которые именно которых вы обучаете но есть у нас такая категория клиентов это родители которых то также необходимо мотивировать и тут есть немножечко есть с одной стороны и похожий очень метод но есть небольшие отличия первым выбор первый вариант это давать выбор это опять же тот же мнимый выбор таким образом мы перекладываем ответственность себя на родители то есть очень часто приходят родители к нам запросом сделайте что-нибудь с ребенком то есть естественно вы не можете сделать что-нибудь с ребенком то есть это не в ваших силах чтобы он стал умнее красивее лучше говорил поступил в университет то есть это все-таки от него зависит то есть давайте два-три варианта говорите если вы и ваш ребенок будет делать то-то то-то то 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 вы получите вот это если вот это вот это то и вы получите это это опять же здесь про то что все хотят все привыкли быть в рамках им так комфортно то есть ставьте людей в рамки не бойтесь это работает просто давайте два-три варианта не больше что еще родители от вас хотят они хотят что вы их успокаивали выслушивали и соглашались да это иногда сложно потому что родители говорят вещи не очень с нашей стороны правильные не очень хорошие они могут жаловаться на своих детей на мужей на жен наоборот они могут на все на все жаловаться но иногда лучше их выслушать это так же их будет мотивировать чтобы вы покажете свое участие что вы хотите но здесь такая вот есть особенность что соглашаться но соглашаться в общем если вам родитель говорит что у него ребенок балбес вы ни в коем случае не говорите да ваш ребенок балбес вы наоборот вы говорите ну есть у него некоторые сложности но все таки я вижу в нем потенциал то есть вы соглашаетесь это как бы проверка вас идет то есть да родитель так думает так чувствует но если вы скажете что да ваш ребенок балбес он ни на что не способен это будет камень в его огород поэтому говорите да я вас понимаю у него есть сложности но и что-то хорошее про ребенка обязательно мы опять же вот возвращаемся к тому что необходимо останавливаться последняя точка должна быть положительная что-то хорошее поэтому соглашайтесь с тем что вам говорят лучше просто кивать да я вас понимаю да я вас услышала хорошо я сделаю что в моих силах то есть более общие фразы но этого достаточно родители будет уже хорошо что его послушали уже как бы ему не сказали что он какой-то ненормальный его ребенок ненормальный следующее что это одобряем родителей хвалим что это значит немножко отличается того что предыдущего пункта мы очень часто должны быть мотивируем родители тем что мы говорим как они правильно воспитывают своего ребенка даже если это не так даже если вы считаете что по-другому говорите вы делаете все правильно для своего ребенка вы делаете все что возможно в ваших силах и говорите вы молодец я вижу ваши старания даже если эти старания как бы 5-10 процентов но вы все равно об этом говорите даже можете говорить об этом в кредит хвалите одобряйте родители тоже более общими фразами и какие то вот я вижу что вы позанимались с вашим ребенком я вижу что вы его приводите вы заботитесь о нем то есть также это на родителей действует очень мотивирующих да мы их одобряем и хвалим последний это показываем результаты через регулярную обратную связь иногда это бывает сложно но все таки это необходимо то есть поставьте себе за правило что какой то период там две недели три недели раз в месяц но вы родителю обязательно рассказывайте о результатах хороших вашего подопечного их ребенка то есть даже если эти результаты минимальны но вы все равно постарайтесь отзвониться рассказать о том что получается и опять же чередуя хорошее с негативом вы таким образом можете замотивировать родителя а также на более продуктивные действия с ребенком вот такие это методы которые я использую которые работают в моей практике надеюсь они вам также помогут вашей практике сделают ее более продуктивной понятной приятной и ваша работа будет доставлять вам настоящее удовольствие вот и последний слайд вот вот такое очень приятно было вас всех видеть если есть сейчас какие то вопросы ко мне вы можете мне их задавать если есть вопросы по очереди у меня у меня не вопрос у меня комментарий я по поводу вот этого слайда насчет вначале положительное затем отрицательное чередовать и закончить на хорошем вообще это такой очень клевый инструмент называется он обратная связь высокого качества у энелперов значит чего это такое зачем это надо вообще всегда в принципе когда люди чего-то делают они хотят получить на свои действия обратную связь им нужно вот чего-то комментировать как у них это все получилось значит что чего нет на этом слайде что стоит дополнительно соблюдать во-первых положительного должно быть больше чем отрицательного вообще лучше говорить не отрицательное лучше говорить вот как можно улучшить то есть вот он добился вот чего-то хорошего вот окей у него там много положительного и вот есть вот маленький чуток вот можно сделать еще клевее то есть акцент всегда должен быть на положительном мы на тренингах проводили эксперименты в частности на мне по поводу того как работает когда негатива будет больше и он будет сформирован именно как негатив или например когда будет сначала отрицательное потом положительное даже если человек подготовлен это все равно капитально убивает мотивацию вообще то есть вот человеку вываливают вот вот ты плохо сделал раз-два а хорошего у тебя раз-два-три-четыре-пять там начинает перечислять а я вот стою и вот несмотря на то что я знаю все эти фишки я как бы с этим работал я стою и мне крутится говорит блин вот это плохо сделал и вот это плохо сделал я даже не слышу чего там и более того было заметно люди когда вот говорят мне у тебя хорошо то хорошо то я их перебиваю постоянно спрашиваю и задаю им вопрос ну так а хорошего то чего у меня Чего же у меня хорошего? То есть я вообще вот не слышу, что здесь именно положительная формулировка. Подытоживая, положительного должно быть больше, чем отрицательного, и вот это отрицательное лучше всего формулировать как чего лучше. Спасибо, Андрей. Да, вот секундочку, еще второй момент. Насчет закончить на хорошем, лучше всего закончить на конкретном списке действий, что человек, какие шаги 1, 2, 3, он будет ближайше применять, чтобы еще улучшить свой результат. Если там будет все размыто, то вот мы поговорили, вот хорошо, вот надо улучшить, окей, чего с этим делать не очень понятно, то есть как-то поговорили, да и поговорили, потрепались. А так человек получает конкретное руководство к действию. Если он его запишет и даже не будет туда смотреть, оно все равно будет работать. Я поставил эксперимент на тренинге, записал детально 5-6 действий, чего нужно сделать для чего-то, и так получилось, что не заглядывал больше в этот блокнотик. Через полгода, тема там была обширная, через полгода я поднял этот блокнот с мыслями, вот блин, я ни черта, наверное, не сделал. Когда я посмотрел, как оказалось, 90% дел были выполнены на самом деле. Хотя даже я не сверялся, вот оно как-то в подсознание попало, то есть это действительно работает. Если мы это формулируем на бумаге, это действительно работает. Спасибо. Спасибо, Андрей. Очень ценные дополнения. Я еще раз акцент делаю на том, что это те способы мотивации клиентов, которые я лично использую. То есть я знаю, что это работает, и это хорошо работает. То есть достаточно для того, чтобы клиенты ко мне дальше приходили, им было интересно и продуктивно, и я так же себя чувствовала хорошо рядом с ними. Если есть еще какие-то вопросы, комментарии, буду рада услышать. Если нет, то тогда всем спасибо большое, было приятно вас видеть. Всем спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok